Привет, Владимир! Ну что, укрепляется российский рубль, значит, повержены скептики российской национальной валюты, налаживается экономика, все хорошо, правда же, или как-то не совсем? Ну не совсем, вот мы записываемся с тобой буквально через считанные часы после того, как Центробанк российский поднял ключевую ставку, снова довольно резко, до 15%, и это гораздо выше, чем ожидали аналитики, то есть такой средний консенсус прогноз, как они говорят, был типа 14, ну и сам факт более резкого повышения, то, что говорит Эльвира Набиулина, она же традиционно вот после Совета директоров Банка России, она дает такую присуху, где в принципе объясняет, как нас с вами будут бить примерно, и надо сказать, что Центробанк пока остался вот единственным таким государственным органом, который без прикрас, а достаточно открытым языком говорит, что происходит в экономике. Вот жду с нетерпением, когда все это дело уже прикроют, потому что отдел цензуры и пропаганды ЦК КПСС уже должен там рвать на себе волосы от этого дела. Ну, вы знаете, вот я думаю, что можем начать просто с того, чтобы посмотреть буквально короткий фрагмент чуть меньше двух минут ее вступительного слова, где она вот ситуацию характеризует, и положение вещей, мягко говоря, выглядит в довольно мрачном цвете. Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 15% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования. Вместе с тем устойчивое расширение спроса все больше превышает возможности наращивания предложений товаров и услуг. В итоге цены растут быстрее, чем мы ожидали. Дополнительным проинфляционным фактором на прогнозном горизонте выступает смягчение бюджетной политики. Поэтому требуется большая жесткость денежно-кредитной политики. Наша политика обеспечит более сбалансированный рост кредита, соответствующий возвращению инфляции к цели вблизи 4% в следующем году. Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первое – инфляция. Цены растут высокими темпами. Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление сохраняется и в октябре. Даже если вынести за скобки разовые факторы, текущая ценовая динамика как минимум вдвое превышает целевую инфляцию. Все индикаторы устойчивого ценового давления находятся выше цели. Тревожный сигнал – ценовые ожидания предприятий. Они близки к максимальным значениям за последние несколько лет. Инфляционные ожидания населения немного снизились в октябре, но они все еще высокие. Профессиональные аналитики прогнозируют инфляцию на следующий год выше цели, что следует из данных нашего макропрогноза. Высокие инфляционные ожидания в экономике также говорят о недостаточной жесткости сложившихся к текущему моменту денежно-кредитных услуг. Ну, вот смотрите, вкратце я прокомментирую теперь это дело человеческим языком. Во-первых, все их предыдущие меры, которыми они пыжились там вот последние полгода, несколько месяцев, вся их вот это таргетирование инфляции, последнее удосточение ставки и так далее – все это дело не работает. То есть, Эльвира прямо признается, что инфляция ускоряется и конца и края этому процессу нет, что он носит фундаментальный характер, это не какие-то вот такие отдельные текущие трудности, а все, любые факторы, которые действуют на экономику – это проинфляционные факторы, и то, что мы не можем ничего производить и зависим от импорта, из-за этого большой спрос на валюту, ослабляется рубль, это транслируется в цены, и по-прежнему дефицит квалифицированной рабочей силы. Большое спасибо товарищу Путину за войну и мобилизацию, дорогая логистика с Азии, и вот она отдельно назвала фактор бюджетного дефицита, и, как говорят, мягкой бюджетной политики, это когда вы тратите больше, чем получаете доходов, вот все это дело влияет на инфляцию, инфляция ускоряется очень серьезно. Вот, кстати, знаешь, такой интересный момент, я просто случайно увидел, но решил, что нашим зрителям будет интересно. Это график, который сделал МВФ, сравнил темпы инфляции текущей в разных странах Европы. Вот нам все время по телеку рассказывают, что, ну, Европа, понятное дело, она там загнивает и прочее, и вот все время по телеку идут репортажи, что там адская инфляция. Вот, пожалуйста, в еврозоне инфляция в среднем меньше 6%, ну, там в Германии, Франции, там 6 с небольшим. Это меньше, чем сегодня в России. То есть, вот все предыдущие месяцы... Это меньше, чем в России, даже по российским официальным данным, давай оговоримся. Да, да, да. Потому что реально инфляция как будто бы сильно обгоняет даже вот вскрывшиеся 7%. Да, и вот там внизу этой таблички было видно, например, что если... То есть, Россия, она как бы по статистике международной экономической, ну, вот как ни крути, она все равно входит в Европу, да. И видно, что если Россию прибавить и еще там Турцию, да, то как бы картина очень сильно ухудшается. То есть, у нас, да, вот факт состоит в том, что у нас инфляция сегодня выше, чем в Европе. И, в общем, смысл выступления Набиулиной в том, что конца и края этому процессу нет. У меня в этой связи вопрос. Мы выслушивали в последние вот много месяцев столько громких слов про таргетирование, значит. Про то, что у нас к концу года инфляция там типа ослабится до 4%, и мы выходим на план, на целевые ориентиры и так далее. И вдруг все плохо, буквально только что, вот вы слышали цитату из вчерашней присухи, конца и края процессу этому нет. И Набиулина обещает вот такой долгий период сидения экономики на голодной цепи. То есть, они фактически хотят что сделать, чтобы кредиты стали запретительными, недоступными. И, собственно, вот таким образом хотят пригасить цены. Ну, на самом деле, вот можно, в принципе, уже вот посмотреть, как это транслируется в динамику реального сектора экономики. Мы тоже здесь об этом говорили. Вот последние несколько месяцев свежий график Росстата по динамике промышленного производства. Ты видишь, что вот синяя линия, это с исключением сезонного и календарного фактора. Все, вот эта вот кривая роста остановилась. Мы перешли там в лучшем случае в стагнацию. Это напрямую связано вот с этой ситуацией по ставке. Ну, на самом деле, они, конечно, хотят, вот действительно, мы все время возвращаемся к курсу, они панически хотят погасить этим делом ослабление рубля. И как только рубль опять приближается к курсу 100 рублей за доллар, они прямо начинают истерить, паниковать, повышать ставку выше рынка. Еще раз повторю, это не поможет. Вот, кстати, очень интересно, что вчера вот на этих новостях поначалу там рубль укреплялся до 93 за доллар, да. Но вот, как пишет Интерфакс, к концу пятницы растерял все свои завоевания, потому что, ну, вот этот эмоциональный фон рассеивается. Все начинают понимать, что ставка-то не поможет. Потому что по-прежнему вопрос в следующем. Мы зависим от импорта, сами ничего производить не можем. На импорт, вот как ни крути, нужна валюта. Рубли не востребованы, никому не нужны. Поэтому рискну сделать традиционный прогноз, что очередное повышение ставки не поможет удержать рубль. Что он сейчас чуть-чуть успокоится из-за всех этих мер. Но потом опять пойдет вверх, и там, ну, мы продолжаем с тобой спорить. До марта еще далеко мы поспорили на 200 рублей за доллар. Но я совершенно уверен, что вектор будет однозначный, рубль будет продолжать ослабляться. И вот эти меры, они могут только затормозить экономику. Но помочь остановить цены, помочь остановить ослабление рубля, все это никак не сможет. Скажи, пожалуйста, вот этот вот термин типа затормозить экономику и все такое. То есть мы на каком-то там уровне абстракции это плюс-минус понимаем, да, что удорожание кредитов это всегда мера, которая полностью там, ну, не полностью, но сильно бьет по бизнесу и прочее-прочее. Но в прикладном значении это что вообще означает? То есть почему Центробанк, например, я вот видел, что многие даже пророссийские паблики, пророссийские спикеры, они как-то очень возмущены этим резким повышением ключевой ставки. То есть добьются ли они тех целей, которые закладывают, и какой ценой? То есть как это реально повлияет на процессы, которые происходят внутри российской экономики, с твоей точки зрения? Ну, смотри, это очень просто. Вот ты представь, ты предприниматель, ты хочешь реализовать там какой-то проект, я не знаю, построить торговый центр или там свинокомплекс, или открыть там автомойку и так далее. Ну, ты, кстати, знаешь, вот интересно, ты спрашивал меня в прошлый раз, из чего складываются, например, инвестиции в российской экономике. Вот я специально сделал график, давайте сейчас посмотрим его, я потом продолжу. Вот покажите, пожалуйста, этот график. Почти 60% инвестиций – это собственные средства предприятий. То есть какую прибыль заработали, ту и реинвестируют. На втором месте почти 20% – это средства бюджета, что вот означает, что чем меньше в бюджете денег, тем у такой модели экономики будет меньше шансов развиваться. И кредиты банков составляют менее 10% в источнике инвестиций. Это говорит, во-первых, о двух вещах. Что кредиты жутко дорогие, то есть невозможно развиваться на кредитные деньги. А второе, что из-за того, что мы потеряли возможность занимать длинные деньги на западных рынках, наша собственная банковская система, она длинных денег не генерирует. Вы там в основном, большинство кредитов – это там год до трех максимум. Это, по сути дела, речь идет об оборотных средствах. Это вот уже такая низкая доля кредитов в инвестиции говорит о том, что ставки слишком высокие и запретительные для развития. Ну, вот смотри, вот представь, ты ведешь какой-то бизнес, да, и тебе для того, чтобы там закупить оборудование, провести там какой-то ремонт, значит, какие-то первоначальные мероприятия, тебе, ну, как обычно, люди вот берут кредит для того, чтобы сформировать себе вот этот основной капитал и бизнес начать, да. Но вот даже при ставке 7,5, а это была очень-очень высокая ставка по мировым меркам, у нас кредиты были за 20%. Об этом говорил Дерипаски вот недавно, я давал его цитаты у себя на канале, который все никак не добьет, чуть-чуть осталось до 500 тысяч подписчиков, да. При 7,5 ставке кредиты были за 20%, сейчас при таких ставках это все уйдет за 30%. Вот скажи мне, пожалуйста, ты много видел бизнесов с нормой рентабельности в 30% и выше, а она на самом деле должна быть еще выше, потому что там налоги и разные прочие вещи, да. Ну, покажи мне, вот автомойка может приносить 30% рентабельности? Какое-нибудь там, я не знаю, производство курятины или свинины может приносить 30% рентабельности? Ну, конечно, нет. Вот что скажет там потенциальный инвестор, который думал над проектом, увидя ставку ЦБ 15%, он скажет, да твою мать, ну нет, да, я старался как мог, но, простите, пусть это дело строит кто-то другой. То есть, вот, когда, например, говорят о том, что это плохо повлияет на развитие, это вот именно это. Что у действующих предприятий проекты по развитию будут сворачиваться, потому что, ну, не такие вот кредитные ставки, они не окупаются их будущей рентабельностью, да. От новых проектов будут отказываться. Вот такая вот история. Поэтому все и воют, Титов воет, РСПП воет, Дерипаска воет. Ну, вообще, ты знаешь, я не знаю примеров, когда при ставке ЦБ в 15% какая-то экономика прям развивалась бы. Такого не бывает. Единственное, вот, ну, как она и говорит, Набиулина, да, что наша задача, типа, погасить пожар, потому что огромная инфляция и так далее. Поэтому мы, значит, временно зажмем там пояса и так далее. Но, слушай, а как он загасится? Еще раз, что мы перестанем все покупать в Китае? Ну, смотри, подожди. Нет, есть же магическая вещь. Это великие слова великого вождя Владимира Путина. Вот он на курицу внимание обратил. Вот он обратил внимание на зарплаты на космодроме Восточный и в, значит, космической сфере. Ну, что-то сделает, наверное, с этим? Как прикажет сказать? Ну-ка, цены не повышайтесь. Ну-ка, инфляция не расти. Нет, не работает так. Смотри, еще раз. Здесь для этого нужны совсем другие экономические условия. То есть, если бы мы не пересрались с Западом, если бы мы имели доступ на западные финансовые рынки. Вот вспомни, когда, например, до 2014 года, до захвата Крыма и Донбасса, у нас были ставки гораздо ниже. Потому что наши банки спокойно занимали на международных финансовых рынках под 1-2%. Да, они делали какую-то наценку к этому, но все равно были вот западные эти кредитные деньги доступны. Это нам отрезали. Второй момент. Импортозамещение не работает и не сработает. Что там Путин, вот этот вот их срач с Патрушевым на тему цен на курицу? Это вот об этом. Что мы можем что-то производить у себя, только гораздо дороже и хуже. Вот импортозамещение где-то в Курятине пошло, вот вытранслировалось в рост цен. Нам все равно нужен вот весь этот китайский и турецкий импорт, потому что мы мало что можем производить. Значит, нужна валюта. Значит, рубль будет слабеть. Значит, это будет все транслироваться в цены. Я так и не могу услышать ответ на вопрос. Как всему этому делу поможет ставка Центробанка? Центробанка, она могла бы помочь только в одном случае. Если бы вот этот нагон на валютном рынке и ослабление рубля был бы спекулятивным. То есть, вот спекулянты там берут дешевые кредиты, идут на валютный рынок и разгоняют курс. Вот такое дело можно пригасить ростом ставки и удорожанием кредитов. Но они же сами говорят. Вот сама, почитайте ее присуху. Кстати, всем рекомендую. Там реально она подробно объясняет, что происходит. Она же сама говорит, что ослабление рубля и инфляция – это фундаментальная вещь. Не спекулятивная. Как они хотят побороть это дело ставкой? То есть, еще раз. Я в данном случае полностью согласен с Дерипаской. То есть, рост и восстановление экономики они этой ставкой прибьют. А инфляцию и курс они прибить не смогут. Так что курс вернется 100%, потому что он ослабевает по причинам, которые, еще раз говорю, носят базовый фундаментальный характер. Кстати, вот сама Набиульна, очень интересно, она там отвечала вчера на вопросы. Она сказала, что мерой валютного контроля не сработают. Вот эти все, значит, такие комиссарские изъятия валюты у экспортеров там под лупой. Ну-ка покажите, значит, где вы прячете под паркетом экспортную валютную выручку. Она говорит, мы не видим, что в долгосрочном плане это сработало. Поэтому такая паническая ситуация. И, честно говоря, ну вот не видно, что... То есть, они пересмотрели все свои базовые прогнозы. У них же было как? Что к концу года они должны были победить инфляцию. И все, в следующую трехлетку мы живем с классной инфляцией 4%. Там и там в ус не дуем. Это все отменяется нафиг. У нас вводится жестко комиссарское, значит, военное такое положение. Жесткая денежная политика. Неизвестно насколько. Ну и так далее. В общем, еще раз. Чего меня здесь слушать? Вы слушайте Набиулину, посмотрите ее вчерашнюю прессуху. Характеристика ситуации в экономике просто предельно мрачная. Ну и под конец давай поговорим про бытовуху, раз уж мы перешли к тому, что ждет в целом всех граждан за счет увеличения расходов средств бюджета на военку и срезания всего на свете. Что там сейчас происходит? И что ты наблюдаешь, что представляет, на твой взгляд, наибольший интерес? Вот довольно интересные здесь были новости. Во-первых, опубликовали СМИ по РБК, по-моему, первые. Ну, неважно. Это можно много сейчас где найти. Опубликовали результаты опроса Headhunter. Это вот крупнейшее кадровое агентство, да, которое регулярно много лет уже проводит опросы и, типа, спрашивает, хватит ли вам зарплаты, хватает ли вам ее на обеспечение каких-то базовых нужд. И вот если два года назад, в конце 21-го года, ну, еще до начала полномасштабного вторжения Украину, 25% говорили, что зарплаты не хватает на удовлетворение базовых нужд, то сейчас 46%. То есть, в два раза выросла эта доля, да, при этом еще к этим 46%, если прибавить 36%, которые говорят, что хватает, но еле-еле, то вот мы получаем 81% россиян, которые говорят, что зарплаты либо не хватает совсем на нормальную жизнь, либо вот просто вот сводим концы с концами. И видно, что рост очень-очень резкий за последние два года. Так что, знаешь, я все-таки продолжаю вот говорить о том, что то, что люди говорят, что у нас все нормально, у нас продукты есть в магазинах, ничего не поменялось, мы не видим этих санкций, но это больше такая все-таки психологическая реакция, потому что, ну, цифры, очевидно, свидетельствуют, что потребительское самочувствие и ситуация с доходами прям сильно ухудшилась с началом войны. И вот еще раз, это только в разгаре, это не идет к какому-то, знаешь, что у нас будет восстановление экономики, мы прошли самый как бы трудный период, как Путин говорит, позади, да, а дальше будет рост, и мы будем плевать на этот Запад. Нет, эти все тенденции, вот что Набиулина говорит, что вот эти данные Headhunter и многие другие, вот ситуация ухудшается и ухудшается и ухудшается. И еще один момент в этой связи, это вот данные о том, что помощь мы все время обсуждали, когда, наконец, начнет останавливаться вот этот сумасшедший бум в потребительском кредитовании, потому что вот это был один из факторов, который как-то все поддерживал на плаву в последнее время, что народ, даже будучи необеспеченными и не имея достаточных доходов, бешено брали кредиты. Банки пошли останавливать это дело, то есть вот есть данные, сравни.ру публикует по сентябрю и началу октября, что какие-то невероятные цифры отказов в потребительских кредитах наличными, типа 60-80% заявок отклонялись, то есть такого прямо давно не было. Это говорит о чем? Это говорит о том, что банки поняли. И они, знаешь, они, видимо, по каким-то своим внутренним цифрам отчетности, они увидели, что идет какой-то заметный рост просрочки, какие-то проблемы возникают. Ну и плюс Центробанк принимает здесь какие-то ужесточительные меры. И вот они, видимо, поняли, что пора это дело прекращать. Ну, то есть фактически вот там типа 80% отказов в потребительских кредитах наличными, это фактически такой блок-стоп уже, да? Ну и перестали, по сути дела, их выдавать. Это очень серьезно ударит по много чему, потому что спрос поддерживался в последнее время именно вот этим бурным ростом необеспеченных кредитов, прежде всего, людям уже с высокой кредитной нагрузкой. И вот, похоже, этот процесс начался, что вот этот перегретый кредитный бум начали останавливать. Но посмотрим, вот за этими данными мы, конечно, здесь будем внимательно следить. И последнее, о чем я хотел сказать, про такой фронтальный рост цен везде. Там Путин возбудился из-за курицы, но на самом деле так вот, если посмотреть на российскую деловую прессу, они постоянно ведут анализ по разным секторам, и там далеко не только в курице дело. Вот, например, очень сильно выросли, там говорят, вот внутренний туризм будем развивать, типа раз нам закрыли Запад, да? Сильный рост, 15% рост стоимости путевок, вот был вот в этом летнем сезоне. Дальше, соответственно, следующий момент, вот этот замечательный китайский импорт, который оказывается намного дороже, чем импорт из демократического мира. Мы говорили про легковые автомобили, а здесь вот как раз речь про грузовики и тягачи. Вот известия там публиковали большой текст слезный о том, что Китай стал доминирующим лидером в импорте колесных тягачей от 30 до 70% годовой рост цен на вот эти типы транспортных средств из-за того, что мы переключились на импорт из Китая. Ну и вот еще интересная публикация в Форбсе по итогам одного из инвестиционных форумов в Сочи, где выступал замминистра Минтранса и сказал, что очень сильно растут цены на такси. Я, кстати, от своих зрителей очень много фидбэка на эту тему получаю, что последние недели и месяцы какой-то бурный рост стоимости поездок на такси идет, и связано это как раз, во-первых, очень интересный момент, по всей стране адский дефицит водителей. Вот любой... Меня замучили как бы бизнесмены из транспортного сектора, они говорят, слушай, мы вот сидим на мели, у нас машины простаивают, которые мы могли бы юзать, потому что водителей нет. Водители все... Где у нас сейчас все водители находятся, да? Вот, все, значит, соблазняются этими высокими зарплатами и едут на оккупированную территорию Украины. И вторая история, конечно, дороговизна и дефицит запчастей. То есть, таким образом, вот эти проблемы с автопарком уже пошли транслироваться в такси. И так вот получается фронтально, там, авиаперевозки, телекоммуникации, да, вот туризм, такси, машины. То есть, вот фронтальный рост цен идет на все. Я не очень понимаю, как это можно остановить повышением ставки. Это вот напоминает анекдот про поезд 100 и 1-2. Ну, то есть, мы возвращаемся вот в начало, откуда начали. Продолжим все это документировать для вас в ближайшие недели. Субтитры создавал DimaTorzok